Ирина Николаевна, расскажите, пожалуйста, о том, насколько популярен экзамен ЕГЭ именно по биологии среди школьников. На самом деле экзамен по биологии достаточно популярен, потому что экзамен необходимо сдавать не только в вузы медицинской направленности, но и в педагогические вузы, на различные биотехнологические специальности, и микробиологи, и учителя, тренеры. Поэтому дети достаточно часто выбирают экзамен как свой, такой приоритетный, будем говорить. У вас сколько учеников сейчас в этом году? Сейчас достаточно большое количество, потому что в связи с новым форматом подготовки к экзаменам ребят разделили на группы, и сейчас у меня группа, в которой 20 человек. А расскажите, пожалуйста, вот начали как раз заниматься в группах с февраля, как, во-первых, ваши ощущения? Ну, это новый опыт, достаточно интересный, потому что собираются дети, которые нацелены на успешную сдачу экзамена, и, конечно же, они ставят в приоритет получение и каких-то новых знаний, и повторение ранее изученного материала. То есть идет постоянная структуризация материала, да, систематизация его, повторение. Поэтому достаточно интересно. За первое время какие есть результаты? Вы же, я так понимаю, регулярно пишете, смотрите, как ребята справляются с заданиями, да, то есть пишете тесты? Да, мы стараемся после каждого занятия проводить, ну, такой вот небольшой блиц-опрос на усвоение изученного материала. Также мы проводим пробные экзамены в формате ЕГЭ, чтобы ребятам было проще разобраться в варианте. Ну, и результаты у всех, конечно, разные, но ребята стремятся к получению новых знаний, получению наивысших баллов для своего дальнейшего поступления в ВУЗы. По статистике ЕГЭ именно по биологии ребята пишут, ну, с переменным успехом, но не очень хорошо. В 2022 году результаты снова чуть-чуть снизились, да, а с чем это связано, и почему так, чем так сложна биология? Ну, на самом деле экзамен по биологии охватывает очень большое количество материала, и поэтому ребятам за один год очень сложно подготовиться к экзамену. В основном они выбирают предмет для сдачи в старшей школе, и не хватает, может быть, какого-то времени, поэтому желательно начинать готовиться к экзамену заранее и уже определиться с выбором тоже не в последние минуты, будем говорить так. А когда нужно уже определиться все-таки с выбором, если говорить про идеальный вариант, да, когда нужно определиться с выбором, когда нужно выбрать предмет и начать уже планомерно готовиться к экзамену? Ну, на самом деле сейчас для московских школьников открыто достаточно большое количество возможностей и предпрофильные десятые классы, поэтому большинство из них уже в девятом классе выбирают тот или иной предмет, который они хотят сдать, да, для поступления в предпрофильные классы. Поэтому начинают готовиться они достаточно рано, и уже большая часть из них определена с профессией. Конечно же, чем раньше ребята начнут готовиться к экзамену, тем им будет и проще, и результат будет выше. Вы говорили не только про нехватку времени, но и про то, что биология — это очень такой обширный предмет, и, соответственно, экзамен по нему включает очень много тем. То есть с этим тоже, я так понимаю, возникают некоторые проблемы, поэтому возникает такое количество баллов, ну, ниже, чем хотелось бы, да? Ну, биология — это комплексная наука, то есть совокупность определенных знаний, да. Конечно же, ребята изучают, стараются как можно больше посвятить времени для повторения материала. Ну, например, ботаника изучается в шестом классе, и многие к десятому, одиннадцатому уже что-то подзабывают. Поэтому постоянно нужно материал повторять, да, систематизировать для того, чтобы добиться успеха. Из какого класса нужно именно повторять, ну, например, ботанику? Я помню, что мы начали заново повторять ее в десятом классе. Ну, в основном так чаще всего и бывает, когда уже идут и подготовки к экзамену, да, и ребята уже точно на сто процентов определены. С десятого класса, наверное, наиболее конструктивная будет начать подготовку к экзамену. Какие изменения у нас есть в КИМах? В 2023 году КИМ ЕГЭ претерпел значительные изменения по биологии. Ну, во-первых, было увеличено количество экзаменационных вопросов в первой части, и было раньше 28, теперь их стало 29. Также были выстроены мини-модули из заданий. Была убрана линия 24 во второй части задания и составлен мини-блок из заданий линий 23 и 24, которые направлены на усвоение и проверку методологических знаний и умений. Вот вопрос по модулям, по мини-модулям, он кажется очень логичным. Я так понимаю, что это будет одно задание, ну, блоками, да, задания? Да, это задание блоками, то есть каждое из этих заданий взаимодополняет друг друга. То есть для ребят это будет все-таки полегче, ну, пологичнее, попонятнее? Да, это будет, наверное, более структурно. Как подготовиться к ЕГЭ по биологии? Ну, так, чтобы сдать его все-таки на достойные баллы, ну, скажем, 80+, 85+. Ну, во-первых, необходимо начинать подготовку заранее, да, как мы уже об этом говорили. Конечно же, необходимо познакомиться со структурой экзамена, с методическими рекомендациями, в которых представлен разбор отдельных заданий. Необходимо повторять уже пройденные темы. Можно использовать различные схемы, таблицы, конспекты для закрепления материала. Также можно использовать чек-листы и планеры для подготовки к экзаменам. Это достаточно удобно. Расскажите чуть подробнее о чек-листах. Ну, есть специальные чек-листы, да, в которых дети могут отмечать пройденные темы, темы, которые еще необходимо изучить, и, возможно, темы, которые вызывают у них затруднения. На что вы еще обращаете внимание своих учеников? Какие-то, может быть, есть лайфхаки? Ну, во-первых, конечно, необходимо рационально использовать свое время, делать перерывы в промежутках между изучением материала. Необходимо изучить структуру экзамена для того, чтобы можно было легко ориентироваться в заданиях, легко ориентироваться в заполнении бланков экзаменационных ответов. Ну, и в целом, наверное, самое важное — это эмоциональное спокойствие и комфорт. Я же правильно понимаю, именно в биологии, виртуальной лаборатории, видеоуроки, вообще все, что можно наглядно, все новые технологии, которые наглядно показывают предмет, они как раз нигде, наверное, так не востребованы, как в биологии, потому что можно же посмотреть строение клеток, которые очень тяжело схематично понять, иногда бывает, и тяжело запомнить. Когда активно вы начали применять вот эти все видеоуроки, вообще все наглядные материалы, и какой эффект, какой результат? Ну, на самом деле, использую интерактивные приложения я очень давно, я и сама их разрабатываю, да, загружаю в Московскую электронную школу. Виртуальные лаборатории с прошлого года мы начали активно использовать, в этом году тоже постоянно обращаемся к ним, смотрим и строение клеток, и рост клеток там представлен, да, как происходит. То есть на самом деле очень интересно, ребята нравятся, для них это что-то новое и увлекательное. А как вы начали создавать видеоуроки, вот вы говорили, да, сами загружаете в Мэш? Я делаю интерактивные приложения, ну, как-то попробовалось, понравилось, стало интересно, и удобно применять это уже на практике со своими ребятами. Как разработчику вам что больше всего нравится? Ну, мне нравится и раздел анатомии, да, физиологии человека, ботаника. Здорово. Слушайте, надо будет обязательно посмотреть все-таки. Как вы поддерживаете своих учеников? Они сейчас на финишной прямой. Скоро ЕГЭ. Как вы их поддерживаете? Ну, на самом деле для ребят сейчас очень важна поддержка, очень важен эмоциональное спокойствие, комфорт. Мы стараемся больше взаимодействовать, разбирать задания, конечно же, и говорить на тему экзаменов, да. Мы с ними постоянно говорим о том, что нужно преодолеть свое волнение и сосредоточиться именно на выполнении заданий. А как говорить со старшеклассниками об экзамене, именно учителю? Потому что сейчас у них тоже такой нервный период, и как не напугать еще больше? Как вы это делаете? Или вы пугаете своих учеников, чтобы они так испугались, но написали хорошо? Нет, мы, конечно, не пугаем учеников, мы наоборот стараемся говорить им, что у них все обязательно получится, и верим в них, это самое важное. Наверное, они это чувствуют, когда идут на экзамен. А как вы держите себя в тонусе? Потому что учитель должен являть собой в этот момент образец, в общем-то, спокойствия, да? Во-первых, для качественной подготовки к экзамену учителя не только работают с структурой экзаменационной работы, но и постоянно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в вебинарах, семинарах, мастер-классах, ну и, конечно же, сами сдают тренинги в формате ЕГЭ. Расскажите о вашем опыте. Вы до интервью рассказали, что вы сдавали ЕГЭ, и не раз. Вот сколько раз, когда, как это было? Мы сдаем тренинги в формате ЕГЭ. Это достаточно интересный опыт для того, чтобы посмотреть всю процедуру изнутри. И после сдачи такого тренинга, наверное, проще рассказать ребятам, да, что их ждет, на какие вопросы нужно акцентрировать свое внимание, ну и, конечно же, как правильно распределить время и силы на выполнение тех или иных заданий. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Вот как вы сдавали тренинги как раз в формате ЕГЭ? Что почувствовали? Достаточно волнительный такой момент, да, то есть мы проходили полностью всю процедуру, то есть это сдача мобильных телефонов, это камеры, наблюдатели. И, конечно же, волнение присутствует. Если у взрослых людей оно присутствует, то ребятам, конечно же, с ним справиться, наверное, сложнее. То, что вы рассказали про волнение, это относится как раз к самой еще процедуре, да, то есть как она проходит. А когда вы уже увидели кимы, увидели, да, вопросы, расскажите о впечатлениях и о том, как справлялись с этим. Конечно же, сначала хочется посмотреть сразу все задания, посмотреть, что же тебе досталось, да, и что предстоит выполнить. Стараемся выполнять, делать... Ну, как вот вам было, когда вы увидели вопросы? Увидели вопросы, приступили к их выполнению. Ну, то есть успокоились уже, получается? Да, уже было как-то более проще. Уже вроде бы все на месте, все здесь, и изменить уже ничего нельзя, будем говорить так. У вас были какие-то сложности с заданиями? Особенно, знаете, часто у учителей как раз происходит и у детей, которые участвуют в Олимпиадах. «Горе от ума», да, когда вы начинаете искать в вопросах то, чего там, ну, не предполагается, вот расскажите. Бывает такое, да, особенно в вопросах второй части, где нужно дать развернутый ответ. Хочешь больше вместить информации, да, может быть, какая-то информация даже бывает излишней, но она в любом случае остается на бумаге и уже отправляется на проверку. Вот после своего первого опыта, да, когда вы это прям прочувствовали от начала до конца. Что вы для себя, главные выводы, какие вынесли для себя и для своих детей? Во-первых, конечно же, самое главное — это правильно распределить время. Потому что иногда бывает такое, что зацикливаешься на каком-то одном задании, а время, оно идёт, и ты не успеваешь сделать основную часть работы. Ну и, конечно же, всегда нужно следить за временем для того, чтобы успеть перенести все ответы в бланки ответов. Насколько важно учителю сдавать ЕГЭ, быть экспертом в своём вопросе, именно если мы говорим об экзамене в этом формате? Это важно, потому что и ребята видят, да, что учитель тоже находится с ним, ну, будем говорить, по одну сторону баррикад, да, то есть они видят и наше волнение, и переживание, и тоже переживают, постоянно спрашивают, как прошёл у вас экзамен. То есть им тоже интересно, и это, наверное, тоже какая-то и поддержка со стороны учителя своих учеников. Как бы вы сформулировали секрет успеха на ЕГЭ по биологии? Не переживать, не волноваться, обязательно всё получится, вы всё знаете. Отлично. Верите в своих учеников? Конечно. Здорово. Спасибо вам большое, Ирина Николаевна. Спасибо. Спасибо. Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас чувствуют себя ваши старшеклассники. Ну, старшеклассники чувствуют себя нормально, потому что они готовятся к ЕГЭ не первый год. Старшеклассники, которые выбирают сдавать этот экзамен, экзамен все понимают, что достаточно сложный, начинают готовиться с 10 класса. Но в идеале, конечно, если ребёнок определился ещё раньше, потому что в московских школах сейчас есть так называемые предпрофильные классы, которые начинают работать с 7 класса, например, в нашем комплексе. И дети уже в 7 классе определяют свою будущую специальность и определяются с экзаменом. Кто-то идёт математический класс, кто-то идёт гуманитарный, кто-то идёт, естественно, научный. Конечно, так бывает, что математический класс вдруг в 9 классе или в 10 классе он понимает, что он хочет сдавать биологию. Такое тоже бывает. И начинает готовиться уже заранее. А что делать в таком случае, если ребёнок вдруг решил? Если ребёнок решил вдруг, и ребёнок хорошо знает предметы, то, как правило, он издаёт очень успешный экзамен. Есть такие у меня, например, в моём опыте педагогическом, есть такие дети, которые были математиками, соответственно, у них было и биологии. В неделю меньше часов мы им преподавали. Но, однако, они поступили в медицинские вузы. И, в общем, сейчас прекрасно учатся. То есть нет ничего невозможного? Нет, невозможного нет. Прекрасно. А на ваш взгляд и на ваш опыт, кто с биологией лучше всё-таки дружит? Гуманитарии, математики, физики? Ну, существует такое мнение, что математики с биологией лучше дружат. На самом деле тут зависит не от способностей математических, лингвистических, а всё-таки зависит от ответственности. От ответственности ребёнка, если он правильно понимает, что он сдаёт определённый предмет, он ответственно относится к урокам, к изучению предмета, у него есть мотивация, любознательность, то он очень хорошо сдаст предмет, будь он гуманитарий или будь он математик. Ну, вообще пишут в интернете такие статьи, что есть математики, есть гуманитарии, а вот, естественно, научная направленность, она и не там, и не там, она отдельна. Как бы есть такие, я читала такие статьи, да. Но дети разные. У всех, конечно, разные способности. Кто-то музыкант, кто-то танцор. Но если есть старание, мотивация, если есть поддержка семьи, то экзамен будет сдан. Экзамен-то очень непростой по биологии и ЕГЭ по биологии, но это по статистике, потому что пишут в интернете. Дети не всегда набирают то количество баллов, на которое рассчитывали. И, в общем-то, иногда показатели, вот, например, в том году немножко опять подснизился процент успешности. Да, последние годы, в 2022-2021 году, если сравнить, там показатель примерно на один балл меньше. Почему так происходит? Ну, экзамен усложняется. Экзамен усложняется, потому что я уже работаю в школе достаточно долго, и вот когда первые ЕГЭ сдавали мои ученики, было сложно, но сейчас все немножко усложнилось. Задачи по молекулярной биологии, на мой взгляд, вот сейчас усложнились по сравнению с теми, которые были в самых истоках, так скажем, сдачи ЕГЭ. Но и должны вузы, на медицинские специальности, на фармацевтические специальности, на научно-технические специальности, ну, на все специальности, которые связаны с биологией, поступают дети, которые обладают не только знаниями школьной программы, но умеют применять эти знания, умеют логически мыслить, которые умеют делать выводы, умеют анализировать прочитанный текст, обладают читательской грамотностью. Особенно я под этим имею в виду, что многие не умеют дочитывать до конца вопрос. Вот проблема старшеклассников у некоторых в том, что они не дочитывают до конца вопрос, отвечая на первую часть вопроса, они считают, что они справились с заданием. Поэтому должны поступать в ВУЗы самые лучшие из лучших абитуриенты, чтобы потом мы получили хороших грамотных специалистов. Ну, конечно, я так правильно понимаю, что ЕГЭ проверяет вот эту способность применять знания, собственно, то, что и нужно будет в профессии. В профессии будет неважно, знаешь ли ты, вот, зазубрил ли ты термины и определения, будет важно, как ты их применяешь и что ты из этого делаешь. Да, совершенно верно. Но и термины определения специалист должен тоже знать. То есть термины определения не только наш кругозор расширяют, они все-таки и нашу память тренируют. И если в биологии огромное количество терминов, огромное количество терминов, огромное количество определений, это очень обширные знания, которые человек получает с 6 по 11 класс. В биологии это комплекс наук, это и ботаника, и зоология, и анатомия-физиология человека, и цитология, и экология, и генетика, и селекция, и теория эволюции. Все это изучается в разделе биологии с 6 по 11 класс. Поэтому и объем знаний тоже должен быть обширным. Поэтому и знания нужны, и опыт их применения, умение их применить на практике. Я так понимаю, что получается ЕГЭ по биологии сложен не только потому, чтобы учеников отсеивать и вообще, чтобы всех напугать и навредить, а потому, что сам предмет таков. Предмет сложен. Вот дети, которые готовятся к ЕГЭ, они понимают, что предмет сложный. А не всегда понимают это родители. Родители не до конца понимают, насколько сложно сдать этот предмет. Когда в средствах массовой информации по завершению ЕГЭ появляется информация о том, что экзамен по биологии был достаточно сложен, о том, что балл опять снижен, родители начинают удивляться, начинают возмущаться. И вот меня в этот момент удивляет такой вопрос. Родители, отправляя ребенка сдавать такой сложный предмет, почему не подготовились заранее, не почитали новости двухлетней, трехлетней давности и не поняли, что это предмет сложный? Особенно я обращаюсь к тем родителям, которые заставляют своих детей сдавать биологию. Ведь часто бывает, что ребенок собирается быть, ну, например, инженером, и вдруг в последний момент мама решила, что он должен быть врачом. И, конечно, такого ребенка, который в 11 классе в феврале или в январе вдруг по совету родителей решил поменять предмет, подготовить к ЕГЭ, ну, очень сложно. И тут о большом бале разговоры не идут. Поэтому моя рекомендация и родителям готовиться заранее, и детям готовиться заранее, и уже в 10 классе точно знать, какой предмет они будут давать в 11. Давайте сразу развеем миф в очередной раз, что вот это новая программа, практикумы, которые идут с февраля. Это не натаскивание на ЕГЭ, это не для того, чтобы ребенок мог в январе сказать, а, все-таки хочу быть врачом и получу 100 баллов за ЕГЭ. Да, то есть это не про то. Нет, практикумы – это не натаскивание. Поймите, что вот такой предмет, как биология, натаскивание – вообще это не про наш предмет. Тут если ребенок сам учит и сам хочет, то учитель в помощь ребенку. И вот эти практикумы в помощь ребенку. Поймите, что если человек не хочет есть мамную кашу, мы не можем ему ложку засунуть в рот. Правда? Что бы мы ни делали, он не съест. Вот это то же самое про подготовку к экзаменам. Если он хочет, он внимает. Если он не хочет, мы с вами ничего не сделаем. Это не натаскивание, это помощь детям в подготовке к экзаменам. Вы знаете, вот мотивированные дети, они же приходят уже с вопросами. Ну да, конечно. Какие есть отличия или особенности при подготовке к ЕГЭ именно по биологии? Может быть, вообще как у биологии, как и у экзамена. Какие отличительные черты? Например, в физике нужно обязательно формулы знать, да, то есть без них далеко не уедешь. В математике должно быть определенное мышление, в химии должно быть химическая интуиция, скажем так. Что с биологией? С биологией, кроме того, что ребенок учит темы, владеет понятийным аппаратом, разбирается во всех определениях, нужно еще уметь работать с графиками, с таблицами, нужно уметь работать с рисунками, научными рисунками, нужно уметь с фотографиями научными работать, например, с микропрепаратами, есть фотографии микропрепаратов. Это достаточно тоже непросто. Ну да, звучит сложно даже. Многие дети меня спрашивают, вот график, а почему это физика? И слово вот здесь вот тоже, это физика. Но биология вообще-то да, живые организмы, это и физика, и химия, и это и математика, потому что во второй части встречаются задачи, которые нужно обладать определенным навыком решения. Задачи по генетике, например, решить без знания генетики, и плюс без каких-то навыков математических не получится. Как вы поддерживаете своих учеников вот сейчас, последние месяцы перед экзаменом? Или, может быть, непосредственно перед экзаменом? Учеников обычно мы поддерживаем таким образом. Предлагаем им, во-первых, не волноваться, потому что волнение — это плохой помощник в сдаче экзамена. И, естественно, перед тем, как идти на финишный экзамен по биологии, предлагаем им пробные экзамены пройти, потому что, проходя пробный экзамен, ребенок понимает весь алгоритм действия на экзамене. Одно дело, когда им теоретически рассказываешь, как не надо волноваться, как надо сидеть на экзамене, что надо с собой брать, как там переносить ответы из черновика, как распределять время. Это все теория. А когда вот на пробном экзамене они все это уже ощутили на себе, то уже идти на экзамен государственный им гораздо проще. Вы как раз сказали очень правильно про ощутили на себе. Вы на себе ощутили, Вы сдавали ЕГЭ. Да, я думаю, что любой учитель, работающий в московской школе, уже не один раз сдал ЕГЭ. Да, я сдавала ЕГЭ, и мои коллеги сдавали ЕГЭ. Из нашего методического объединения биологии мы делились естественными впечатлениями. Мы ездили в Московский центр качества образования, мы сдавали свои вещи, и телефоны, заходили только с паспортом и с ручкой, все как дети, через металлоискатель. Нам выдавали кимы, мы сидели под камерами, с наблюдателем, соблюдали тишину, за нами также наблюдали, чтобы у нас не было шпаргалок. Я представляю учителя со шпаргалкой. мы тоже, например, испытывали волнение. Вот если моя коллега мне рассказывала, что она сначала полностью просмотрела ким, я, например, по-другому действовала. Я каждый вопрос, вот первый, второй, и так вот потихоньку я дошла до конца. Самое удивительное, что-то я не один раз сдавала ЕГЭ. Самое удивительное, что последний раз, когда я сдавала ЕГЭ, мне времени хватило впритык. Я не могу понять, почему так получилось. Ну, надо же еще аккуратно все заполнить в чистовик. Вот. У многих учителей, которые к нам приходят, как раз есть такой момент, что, несмотря на то, что вы точно все знаете, ну, тут нет сомнений, многие именно пишут ЕГЭ так, что времени хватает впритык. Вот это горе от ума или как? Я думаю, что это повышенное чувство ответственности, потому что хочется написать как можно лучше, десять раз перепроверить, десять раз подумать, и всегда есть такой момент сомнения. Да, вот умный человек всегда сомневается, и бывает так, что ты правильное что-то, исправил на неправильное, и вот опять сомневаешься, переживаешь, поэтому и хочется же красиво все перенести в чистовик, поэтому времени хватает впритык. Какие главные выводы вы сделали, вот пройдя этот экзамен? Ну, вывод такой, ЕГЭ сдавать надо, потому что кроме того, что мы видим, как реально поменялась структура, ты понимаешь, какие уже конкретно можно давать выпускникам советы. Я, например, даю такой совет детям, когда они идут на экзамен. Сначала выполняем те задания, которые знаем. Если задание, которое, ну, бывает, не знаешь, запамятовал, времени не трать, переходи к следующему. А потом, когда время останется, уже возвращаешься и думаешь над этим заданием. Как учителю держать себя в тонусе, вот, давая ЕГЭ, поддерживая детей, родителей, и еще при этом, естественно, переживая за то, как дети сдадут в этом году ЕГЭ? Ну, любой учитель переживает за своих детей, за результаты, которые они покажут, потому что ЕГЭ по биологии даже самый отличник, который хорошо писал пробный экзамен, может разволноваться и написать ниже, чем он мог бы показать свои знания. Поэтому учителя переживают реально за своих детей. и чтобы дети не видели нашего волнения, мы стараемся пользоваться чувством юмора, ну, а сами себя в тонусе и форме держим, постоянно посещая вебинары, семинары, курсы, тренинги, то есть мы в форме себя держим таким образом, самообразованием занимаемся где-то, где-то смотрим видеоуроки в Московской электронной школе, чтобы самим лучше понять методику объяснения сложных заданий своим ученикам. То есть учитель всегда должен учиться? Всегда, всегда. Подводя итоги, мы поняли, ЕГЭ по биологии это сложный предмет, это сложный экзамен, но нет ничего невозможного, вот как вы сказали, конечно, терпение и труд, все перетрут. Как бы вы сформулировали вот формулу успеха на ЕГЭ по биологии, вот если ученик хочет все-таки высокий балл? Если ученик хочет высокий балл, первое, он должен заранее определиться с экзаменом в идеале в начале девятого класса, еще в большем идеале в седьмом классе. Он должен чувствовать свою ответственность и уже просто посещая уроки, он должен работать на этих уроках и дома на долговременную память. Потому что в одиннадцатом классе и в десятом классе весь объем за пятый, шестой, седьмой нереально уже получить знаний. Его можно возобновить, то есть можно освежить. Если ребенок знает хорошо ботанику, которую мы проходим в шестом классе, хорошо знает зоологию, которую мы проходим в седьмом классе, то в десятом одиннадцатом ее просто освежает, углубляет, а не учит все заново. Потому что объем реально очень большой. Но вот я начала с того, что в идеале в девятом классе. Многие в девятом классе ОГЭ думают, что же сдавать, что же сдавать, и выбирают биологию. И в девятом классе, уже готовясь к ОГЭ по биологии, они проходят на дополнительных занятиях в школе и ботанику, и зоологию, и анатомию, физиологию человека. И уже в девятом классе, если ученик готовился к ОГЭ, то вот эти темы в десятом классе ему уже будут очень близки. И в десятом классе все силы в основном направлены на изучение общей биологии. А в одиннадцатом уже повторяем и тренируемся. Спасибо большое. Спасибо. Я набрала 100 баллов на ЕГЭ по биологии. И я хотела бы дать один очень важный на мой взгляд совет. Это быть более решительным в написании ответов. То есть даже если вы не знаете, что от вас хочет увидеть экзаменатор, какой ответ подразумевается в задании, вы должны подумать, хорошо подумать, попытаться вспомнить все, что вы когда-либо видели, учили, слышали при своей подготовке, и только после этого пытаться дать ответ. Поскольку биология очень обширная область знаний, очень серьезная наука, конечно же, все запомнить практически невозможно. Но вам важно не только знать что-то, не только это заучить, но еще и понять. А если вы это поняли, то скорее всего вы сможете по аналогии понять, как решается то или иное задание, если вы подобное уже где-то видели. Есть достаточно простой способ запомнить расположение зародышевых листков. Эктодерма это наружный слой, а энтодерма это внутренний слой. Буква К в алфавите идет раньше, соответственно, эктодерма находится снаружи. Мезодерма это средний зародышевый слой, и так уж вышло, что буква М находится между К и Н. Как видите, вам помогает даже расположение букв в алфавите. биология считается считается одним из самых сложных предметов в рамках единого государственного экзамена, но это не значит, что ее нужно бояться. Очень важно полюбить биологию, и только после этого вы сможете ее понять. Нужно быть бойцом, и на экзамене быть уверенным в своих силах и в своих знаниях. Если вы будете сомневаться, то маловероятно, что у вас выйдет хороший результат. И я хотела бы сказать, что от понимания все ваши задания просто так не начнут решаться. Важно не только понимать, но и знать термины и понятия очень важны на экзамене. И даже если вы думаете, что вы объясните все простыми словами, и вам этот ответ зачтут как правильный, то я вам советую давать термины, потому что это очень важно, и часто экзаменаты смотрят как раз-таки на знание терминов и конкретных данных. Общая биология это интегрирующая наука. Она объединяет биологические науки на теоретическом и практическом уровне. Для лучшего запоминания необходимо использовать конспекты, таблицы, схемы. Также я рекомендую использовать ресурсы Московской электронной школы, это и виртуальные лаборатории, интерактивные приложения, видеоуроки, работать с открытым банком заданий ФИПИ и использовать другие доступные вам ресурсы. Главное, чтобы они были проверены. Удачи на экзамене. Для сдачи любого экзамена я бы порекомендовала, во-первых, не волноваться перед сдачей экзамена, не сидеть всю ночь напролет и не учить. Лучше развейтесь, сходите в театр, почитайте книгу, немножечко отвлекитесь от этой проблемы, и тогда ваше волнение скорее всего уйдет. Перед самим экзаменом утром не нужно себя накручивать, не нужно думать, что вы ничего не сдадите, не нужно ставить планы на будущее, что будет, если я не сдам, что будет, если все не сложится так, как я хотел бы. Нужно просто идти на экзамен, писать, потому что это то, к чему вы готовились, то, что вы так долго учили, и то, ради чего вы старались. Поэтому, пожалуйста, будьте уверенными в себе и не беспокойтесь, все пройдет так, как должно пройти. Для подготовки я бы порекомендовала прежде всего узнать, какой формат вашего экзамена, то есть, какая структура заданий, какие могут быть сложные или неоднозначные формулировки, потому что часто это становится таким камнем преткновения, и из непонимания формулировки вы неправильно решаете задания. Это самое основное. Ну, и для этого вам нужно много решать заданий прошлых лет, заданий, которые выкладываются на сайтах ФИПИ, Решу.ЕГЭ и подобных источниках. Больше практики, больше результатов в дальнейшем. будущим выпускникам я, конечно же, желаю успехов на экзаменах, хорошего настроения, потому что это очень важно при подготовке. Я желаю, чтобы у вас было больше времени, чтобы вы его уделяли себе, своим хобби, увлечениям, не только учебе. И, конечно же, я желаю вам, если результаты будут не такими, какие вы хотели видеть, не отчаиваться, потому что жизнь, как бы банально это ни звучало, на результатах экзамена не заканчивается. Идите вперед и верьте в лучшее. Блок организма человека и его здоровья направлен на то, чтобы выявить ваши знания о строении организма человека и о процессах жизнедеятельности. Здесь могут быть задания как на работу с рисунком, на соответствие, на установление последовательности, могут быть задания на работу с таблицей, с графиками. То есть, чтобы успешно решить этот блок, необходимо знать хорошо материал анатомии и физиологии человека. Обращайте внимание, пожалуйста, на графики, таблицы и научные рисунки. Ботаника отдельный курс, который проходится в школе в пятом классе, иногда в шестом, поэтому, конечно, к выпускному классу все эти знания забываются. Обязательно стоит уделить отдельное время повторению этого курса. И так как в ботанике часто требуется применить какие-то агротехнические приемы, которые обычно делают ваши бабушки и дедушки где-то на приусадебном участке, поэтому вот постарайтесь смотреть в летний период, что делают ваши родственники. И наглядно вы будете представлять, как делать пикировку, как делать посынкование, окучивание и так далее. И сможете справляться с этими ответами. Сегодня мой совет для родителей и подростков, которые готовятся к экзаменам, а точнее наоборот, дети не хотят готовиться. Ученые выделяют четыре базовые эмоции страх, гнев, печаль и радость. Так вот, познавательный интерес, интерес к учебе может соседствовать только с одной из них, как вы думаете. С какой? Правильно, с радостью. Специально для вас одна из моих самых любимых техник. Три радости. Каждому из нас доступны простые радости, которых мы порой не замечаем. Так уж устроена наша психика, плохое думается само собой, а о хорошем иногда необходимо подумать специально. Поэтому, друзья, вспомните, прямо сейчас три радостных и приятных события за последний час, связанных с вашим ребенком. Не так-то это просто, правда? Важно помнить, что интерес к учебе возможен только в том случае, когда у человека удовлетворены базовые потребности безопасности, еде, сне, здоровье и любви. Когда он в целом радостный. Используйте эту технику всякий раз, когда собираетесь поговорить с ребенком о его успехах в учебе, и вы сможете настроиться на сотрудничество, снизить эмоциональный накал и взять дыхание на длительную дистанцию. На самом деле часто слышу о том, что изменчивость это запутанная тема, но если вы выучите и разберетесь в типах изменчивости, выучите терминологию, научитесь разбираться и приводить примеры каждому типу изменчивости, то эти задания не составят большого труда. Главное знать хорошо теорию, термины, научиться разбираться в типах изменчивости, просмотреть как можно больше примеров, решить как можно больше заданий в сборниках ЕГЭ и, так скажем, набить руку в решении этих задач. Зачем мне это все? Зачем мне этот русский? Зачем алгебра? Мой совет сегодня про эти насущные вопросы человека, у которого ЕГЭ уже практически вот на носу. Прежде чем браться за то, что вам делать не очень хочется, попробуйте задавать вопросы а зачем? А почему? Чтобы что? Сами себе пока не доберетесь до своих истинных желаний и ценностей. Например, почему я собираюсь выполнить это домашнее задание? Ну, чтобы лучше подготовиться к контрольной. Чтобы что? Ну, чтобы получить высокую отметку. Зачем мне хорошие отметки? Ну, чтобы средний балл аттестата был выше и так далее, пока не дойдете до высокооплачиваемой работы или чего-то еще, что для вас действительно ценно и важно. Мы можем по-настоящему мотивировать себя лишь тогда, когда знаем ради чего мы выполняем ту или иную задачу. Как говорил знаменитый психолог Виктор Франкл, если человек знает зачем, то он сможет выдержать любое как. С этого года изменения затронули и задания с развернутым ответом. Введен блок заданий номера 23-24 и это задание на биологический эксперимент. Для успешного выполнения необходимо очень хорошо представлять уровень организации жизни, представлять название наук и что эти науки изучают, ну и естественно методы, методы биологических исследований, которые затрагивают тот или иной эксперимент. Обязательно в задании 23-й линии встречается поиск зависимой и независимой переменной, написание отрицательного контроля и нулевой гипотезы. Чтобы найти зависимую и независимую переменную, во-первых, очень внимательно прочитайте текст задания и обязательно посмотрите на таблицы и графики, которые входят в это задание. В них в шапочке таблицы на осях графика может встретиться уже ответ на поставленный вопрос. Что такое независимая переменная? Это те условия, которые изменяет сам экспериментатор в каждом опыте. Обычно это только одно условие, которое меняется. Если это зависимая переменная, посмотрите, какой параметр поменялся. На графике или в таблице или в тексте задания это обязательно будет указано. Что такое нулевая гипотеза? Предположение о том, что не существует связи между изучаемыми объектами или явлениями. Поэтому, чтобы правильно написать нулевую гипотезу, еще раз посмотрите, что у вас получилось написать в зависимую, независимую переменную и постарайтесь сформулировать противоположное утверждение, что между ними не существует связи. Еще одно задание, включающее вариант заданий 23 линии, это постановка отрицательного контроля. Сформулируйте условия эксперимента, исключая меняющийся параметр. То есть, например, мы ставим эксперимент, который показывает нам работу такого фермента, как каталаза. Для этого экспериментатор положил в пробирочке одинаковое количество кусочков картофеля и налил разное количество перекиси водорода. И смотрят, какие будут эффекты, какой будет результат эксперимента, как изменится скорость реакции. Чтобы поставить отрицательный контроль и написать его правильно, надо сначала определить, опять же, зависимую и независимую переменную. Надо убрать тот параметр, который меняет экспериментатор. То есть, в эти пробирочки с картофелем мы наливаем одинаковое количество перекиси. И тогда этот контроль позволяет нам установить, действительно ли количество будет влиять на скорость протекания химической реакции. Еще важным моментом является обязательное условие, что надо все остальные параметры оставить без изменений. Вы понимаете прекрасно, что на скорость работы фермента и на его эффективность влияет температура, например, кислотность среды и некоторые другие условия. Поэтому вот эти условия в обязательном порядке надо оставить без изменений. Тогда отрицательный контроль будет поставлен верно. 24 линия связана с 23. Поэтому, если вы правильно и подробно ответили на предыдущий вопрос, 24 вопрос вам не составит труда ответить. Вспоминайте термины, которые требуются в данном задании, старайтесь все подробно отвечать. Самое главное в каждом вопросе развернутой части обязательно надо обосновывать ответ. то есть если вы пишете какое-то положение, какое-то утверждение, обязательно постарайтесь назвать почему вы так решили, объяснить почему вы так решили. Некоторые ребята спрашивают о том, вот стоит ли писать вообще ответ на вопрос, если вы не знаете, как на него отвечать. Но вы не знаете эталоны, что там предполагают составители. Поэтому лучше все-таки попробовать на него ответить и может быть хотя бы одно или два положения являющиеся правильными ответами вы сможете сформулировать, даже если вы в этом не уверены. Следующая линия это линия 25 задание с рисунками. Обязательно чтобы ответить на этот вопрос надо визуализировать свою подготовку к заданиям. Смотрите рисунки, смотрите видеофильмы, смотрите те фрагменты видеоматериалов, которые размещены в мэш для того, чтобы представлять объекты, которые могут быть в этой 25 линии. Внимательно читайте, что спрашивают. Могут спрашивать какие-то систематические категории, например, к какому типу, к какому классу или, например, отделу и классу относится данный объект. Чтобы правильно ответить на этот вопрос и подробно, посмотрите, какие признаки сближают его с более крупной систематической группой, какие признаки его сближают с мелкой систематической группой, и пишите их обязательно отдельно. Эксперты не всегда может вас понять, потому что часть, если относится признаков к одной систематической категории, а часть к другой, это должно быть прописано действительно отдельно, потому что общим текстом не всегда понятно, что вы имеете в виду. Также в 25 линию входят задания на геохронологическую шкалу. Научитесь определять эру и период, в которой жил данный объект. Посмотрите, как это делается по геохронологической шкале. А дальше по отпечаткам, окаменелостям, по скелетам, которые могут изображены быть в этой линии, определите систематические категории, к которым относится данный объект. Задание 26-й линии включает в себя разные курсы. Это и зоология, это могут быть вопросы по ботанике и анатомии. Но в основном это зоология и анатомия. Поэтому для решения этих заданий тоже постарайтесь как можно подробно расписать данные ответы. Разделите вопрос на кусочки, на маленькие под вопросами и на каждый вопрос постарайтесь дать свой ответ. 27-я линия вызывает наибольшее затруднение у ребят, потому что это линия по эволюции и экологии. Чтобы правильно и подробно на этот вопрос ответить, постарайтесь для себя сформулировать логические цепочки, в которых показана причина, действие движущих сил, результаты эволюции. Экология это такой раздел, который тоже требует очень много знаний, но в первую очередь знаний из природы. Поэтому если у вас есть возможность, старайтесь смотреть вокруг, старайтесь выходить в природу как можно больше. А так этому курсу стоит тоже уделить достаточно много времени. Изучите подробно тему биоциноза экосистемы, тему биосфера и обратите внимание на тему охраны среды. 28-я линия это задачи на молекулярную биологию. Познакомьтесь с основными типами этих задач, постарайтесь решить их как можно больше. Есть много разных сайтов в интернете. Ирешу. ЕГЭ, это студариум. К 28-й линии также относятся задания на число хромосомы ДНК при метозе, миозе, при гаметогенезе и также в жизненных циклах растений. Постарайтесь разобраться в механизмах метоза и миоза, просто заучивание, запоминание вот этих цифр не всегда помогает. Вы должны понимать, как ведут себя хромосомы, как они движутся, что с ними происходит на том или ином этапе клеточного деления. Особую сложность вызывают те задания, которые относятся к жизненным циклам растений. Постарайтесь вот эти жизненные циклы либо приклеить свою тетрадочку, либо в лучшем случае нарисовать их, каждый этап жизненного цикла растений. Подпишите, посмотрите, какая стадия как называется, какое число хромосом у каждой стадии и каким типом деления из чего она образуется. И задание линии 29 это задание по генетике, они тоже имеют определенные типы задач, поэтому также постарайтесь с этими типами познакомиться, прорешать как можно больше и обратите внимание на вопросы, которые есть в каждой задаче по генетике. Вопрос к этой задаче он дает третий балл, поэтому на этот вопрос должен быть конкретный ответ после решения задачи. Обязательно посмотрите оформление, как правильно оформить и задание линии 28, и задание линии 29, потому что неправильное оформление иногда позволяет потерять какие-то баллы, поэтому посмотрите, что надо выделить, чтобы вам вот этот элемент ответа учли. данные задания проверяют методологические навыки и умения. Умение работать с биологическим экспериментом, умение делать выводы. Были добавлены такие термины, как нулевая гипотеза и отрицательный контроль, поэтому с этими терминами нужно поработать заранее, разобрать их, чтобы на экзамене не было никаких проблем. Для начала необходимо прочитать задания, понять, что от нас требуется, и уже в процессе выполнения заданий не волноваться и шаг за шагом отвечать на поставленные вопросы. оказывается, умение писать письма может пригодиться и при психологической подготовке к экзаменам. Например, если использовать нарративную технику письмо из будущего. Нарратив это определенный способ понимания событий и их объяснения, который позволяет сделать наши переживания историями и почувствовать себя автором своей жизни. Чтобы успешно преодолеть сложную ситуацию, трансформировать ее в жизненный опыт, необходимо это переживание осмыслить и выразить его в какой-либо форме. Это важно, потому что часто переживания, особенно негативные, мы можем вытеснять или обесценивать, и в результате наше внутреннее напряжение и тревога будут усиливаться. И один из способов выразить переживания написать письмо. Написание письма помогает обрывочные события, превратить в связанную жизненную историю, зафиксировать и удержать во внимании большой объем информации и благодаря этому увидеть новые возможности для реализации жизненных целей. Письмо из будущего состоит из неоконченных предложений, расположенных в определенной последовательности. Это дает возможность посмотреть на экзамены с другой точки зрения, с точки зрения опоры на внешние и внутренние ресурсы. Попробуйте написать себе такое письмо из будущего. представьте, что у вас есть машина времени, и вы можете отправиться на полгода вперед и оказаться, например, в июле этого года. Что бы вы написали самому себе из будущего? Какие советы, какие слова сказали бы в качестве поддержки? Представьте, что вы пишете такое письмо самому себе, поэтому в нем будет обращение от первого лица. и попробуйте продолжить следующие предложения. Сейчас июль и хорошая погода. Я помню, что зимой и весной тебе было непросто, иногда тревожно и даже страшно. Тогда ты думал, что экзамены это... Продолжите, пожалуйста, предложение и напишите, что вы думаете про экзамены. Когда будете записывать свой ответ, представляйте, что пишете это письмо в тот момент, когда все экзамены уже позади. постарайтесь в письме дальше написать и продолжить фразы о том, что говорили ваши родители, друзья, учителя, что думали вы сами про экзамены. Уверена, у вас получилось. И следующее предложение такое. Но сейчас, когда вокруг меня лето и экзамены уже позади, я хочу тебе сказать. Продолжите это предложение и напишите, что бы вы хотели сказать, какой совет могли бы дать самому себе. И следующая фраза письма, которую нужно продолжить, такая. Бояться это нормально, потому что как бы вы продолжили эту фразу? И осталось совсем немножко. Следующее предложение. Ведь ты знаешь, что для того, чтобы успешно сдать экзамены у тебя есть. Напишите, что у вас есть сейчас для того, чтобы успешно их сдать. И завершающая фраза. И кроме этого, у тебя еще есть? Напишите, какие ресурсы вы из представленного будущего видите у себя сейчас. И завершите письмо фразой. Я просто хочу сказать, что многое в твоих руках. Теперь письмо из будущего готово. Но если вы хотите добавить по скрипту и написать себе еще небольшое личное послание, то сделайте это. Такое письмо помогает создать положительную историю и повысить уверенность в собственных силах. А значит, лучше психологически подготовиться к экзаменам. На сайте FIPP есть кодификатор проверяемых элементов содержания. Цикл Крепса и цикл Кальвина представлены, но в упрощенном формате. Поэтому ученикам важно знать и ориентироваться в темах фотосинтез и энергетический обмен. Отвечать на вопросы второй части стоит обязательно. Биология это комплексная наука и совокупность знаний. вы все это проходили. Необходимо посмотреть какие вопросы, попробовать дать на них ответ. В любом случае вы все это знаете. Необходимо просто больше времени для того, чтобы сконцентрироваться на том или ином вопросе. Ребята, не переживайте, у вас обязательно все получится. поддержка поддержка это один из важных факторов, определяющих успешность ребенка в ходе подготовки и сдачи государственного экзамена. Она может проявляться по-разному. Например, в создании комфортных условий дома. Обеспечьте удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал во время подготовки. Наблюдайте за самочувствием ребенка. Никто, кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с переутомлением. Контролируйте режим подготовки. Не допускайте перегрузок. Объясните ребенку, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. Обратите внимание на питание. Во время интенсивного умственного напряжения ребенку необходимо питательная и разнообразная пища, сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, стимулируют работу головного мозга. Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Очень полезно делать краткие схемы, выписки, таблицы, фиксировать уже изученный материал. Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, на кухне. Обеспечьте при возможности различными вариантами тестовых заданий по предмету. Большое значение имеет тренировка именно по тестированию. Важно научить ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Это придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых. Он должен расслабиться и как следует выспаться. Чаще всего в ЕГЭП-биологии встречаются темы строения растительного организма, жизнедеятельность растительного организма, многообразие организмов. Из систематики встречаются вопросы, но я рекомендую настоятельно обратить внимание на жизненные циклы семенных и споровых растений, потому что, как правило, они вызывают наибольшее затруднение у выпускников. Биология сложна тем, что она содержит очень много терминов, причем по разным темам. Поэтому для лучшего запоминания постарайтесь завести словарик, и туда можно эти термины заносить по мере изучения темы. Каждый термин имеет свое определенное происхождение, либо это от греческого языка, либо от латинского. Поэтому, чтобы его осознанно запомнить, постарайтесь этот термин сначала перевести. Обычно он состоит из двух корней. И вот, когда вы его перевели, тогда вам будет это проще сделать. Например, есть такой термин гомеостаз. Гомео это одинаковый, стазис постоянство. И гомеостаз обозначает постоянство химического состава и физиологических процессов в организме. Если вы его перевели и поняли, чему соответствует этот термин, тогда все будет проще, у вас также все получится. биология биология очень многокранная наука, и поэтому она проверяет в первую очередь общий уровень биологических знаний. Какие знания понадобятся в том или ином вопросе, это никто не знает. Поэтому если вы собрались сдавать биологию, то стоит начать это делать как можно раньше. Я даже советую, наверное, со средней школы. И если вы человек заинтересованный, то хорошо участвовать в разных биологических практиках, ходить в биологические музеи, смотреть и слушать лекции. И вот эти знания, они у вас постепенно будут накапливаться. Если вы надумали сдавать биологию где-то в районе старшей школы, то лучше начать с 10 класса, за 11 класс, тем более на высокие баллы, это сделать очень сложно. Если говорить об изменениях, которые сейчас в этом году нас ждут, биология, да, она очень сильно изменилась, увеличилась на одно задание в тестовой части, и задания стали распределены по блокам. Это блок заданий 5-6, это задания 9-10, 13-14, и несомненно вопросы с развернутой частью это 23-24 номер по биологическим экспериментам. Поэтому вот с этими вопросами надо работать, конечно, отдельно. Очень много добавилось заданий с рисунками и в этих блоках, и в задании линии 25, поэтому, конечно, надо как можно больше визуализировать свои задания, свою подготовку. Что для этого я рекомендую? Ну, во-первых, это хорошо зарисовывать в тетрадь, потому что кроме зрительной памяти, слуховой, у нас есть память моторная, поэтому, когда вы рисуете, вы подписываете это все, естественно, в голове это все лучше укладывается. Есть много фильмов, это и фильмы в библиотеке, Мэш, например, это фильмы старые, которые раньше даже показывали на пленках, и теперь они в оцифрованном варианте. Они, хотя и старые, черно-белые, но они очень хорошо выдержаны, были методически, поэтому я советую эти фильмы смотреть и тоже поможет это лучше вам запомнить. Ну и также учебники, учебники иллюстрированные, наша наука науконаглядная, поэтому кроме текста обязательно обращайте внимание на иллюстрации, на подписи к ним, ищите те объекты, которые там изображены, части этих объектов, и все, у вас получится. Как можно поддержать своего ребенка в период экзаменов? Стоит ли его ругать или наоборот стоит его поддерживать, говорить, что он молодец, у него все получится? Тут очень важно обратиться к своему предыдущему опыту и вспоминать моменты, когда тоже какие-то предстояли такие важные события, это могло быть какое-то выступление или могли быть соревнования, и что срабатывало? Иногда действительно без волшебного пинка ребенок не соберется и не начнет что-то делать. Если вашему ребенку это помогает, тогда его конечно лучше взбодрить. Или бывает наоборот, что ребенку, когда мы его хвалим, когда мы его поддерживаем, когда мы в него верим и говорим, что у тебя все получится, ты молодец, здорово, я в любом случае, как бы ты не сдал экзамен, буду на твоей стороне тебя поддерживать, и с этой верой ребенок приходит на экзамен, он спокоен, и тогда он может получить тот результат, на который он рассчитывает. Поэтому это очень индивидуально, и нужно прежде всего смотреть на тот предыдущий опыт. На экзамен по биологии отводится 235 минут, а в целом это достаточное количество времени для того, чтобы справиться с экзаменом. Необходимо только правильно распределить свое время. Необходимо посмотреть вопросы экзаменационной работы, и во время решения заданий не зацикливаться на чем-то одном. Нужно оставить этот вопрос, если вы что-то не знаете, в чем-то не уверены, лучше вернуться к нему немного позже. также обязательно нужно следить за временем экзамена и желательно за час до окончания экзаменационной работы начинать не спеша переносить ответы с черновика в бланк ответов номер один и в бланк ответов номер два. Необходимо как можно чаще и больше прорешивать экзаменационные варианты, старайтесь как можно больше тренироваться, решайте как можно больше заданий, пробные экзаменационные работы. Со временем это войдет в привычку и вам будет легче контролировать время на экзамене. Экзамен по биологии длится 3 часа 55 минут, то есть это практически 4 часа. Но чтобы успешно сдать этот экзамен, конечно, нужно правильно распределить время. У нас 29 вопросов. Это 22 вопроса тестовой части и 7 вопросов с развернутым ответом. Поэтому сначала я советую делать задание тестовой части, прорешать это на черновике и обязательно потом перенести в чистовик, потому что бывают ситуации, когда забывают ребята перенести с черновика на чистовик. Дальше я советую взглянуть обязательно на задачу по генетике, которая идет под номером 29, потому что на нее может потратить ученик около часа, тем более, если это задача с несколькими вариантами ответа. Поэтому начинать лучше с нее, и когда вы решили эту задачу, ее также стоит аккуратно занести в чистовик, на бланк ответа. Ну а потом уже переходить к другим заданиям развернутой части, начиная с 23 номера, либо же если вы уверены, например, в каких-то заданиях других номеров, и вам, например, кажется, что вы на них поменьше времени потратите, можно записать их, а потом уже вернуться к тем, которые вызывают у вас затруднения. Чтобы научиться распределять время на экзамене, постарайтесь писать как можно больше тренировочных работ, засекайте время, следуйте моим советам, и все у вас получится. Успехов! Добрый день! Меня зовут Иголкина Екатерина Александровна, и сегодня мы рассмотрим, как подготовиться к решению задания номер один единого государственного экзамена по биологии в 2023 году. Задание первой линии – это задание базового уровня сложности, верное решение которого оценивается в один балл. Данное задание представлено в виде работы с таблицей, с рисунком или без рисунка. Проверяемыми элементами содержания в данном задании являются темы биология как наука, методы научного познания, уровни организации и признаки живого. Рассмотрим примеры заданий по каждой из этих тем. В качестве примера возьмем типовое задание первой линии по теме биология как наука. Многообразие живой природы настолько велико, что современная биология представляет собой комплекс наук, значительно отличающихся одна от другой. При этом каждая имеет собственный предмет изучения, методы, цели и задачи. На слайде представлены некоторые разделы биологии, которые вы должны знать. При выполнении задания по теме биология как наука стоит обратить внимание на правильное написание раздела биологии. Слово не должно содержать орфографических ошибок. Ответ нужно сначала вписать в поле ответов в тексте работы, а затем перенести в бланк ответов номер один, справа от номера задания, начиная с первой клетки без пробелов или других дополнительных символов. Символы в ответе не должны соприкасаться друг с другом. Термин следует писать полностью. Любые сокращения запрещены. Внимательно читаем задание. Рассмотрите таблицу биология как наука и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин. Обратите внимание, что в нижней строке таблицы показан образец заполнения на примере геномики. Теперь проанализируем верхнюю ячейку правого столбца, где на дно описание объекта изучения. Так как речь идет о проведении нервного импульса, то есть о физиологическом процессе, то мы делаем вывод, что пропущенный термин это физиология. Вписываем термин в соответствующую ячейку таблицы, после этого вносим наш ответ в бланк ответов номер один. Следующий пример мы рассмотрим по теме «Методы научного познания». На слайде представлена краткая информация о методах научного познания. В задании необходимо будет определить и написать название общенаучного или частно научного метода. Обратите внимание на шапку таблицы в задании. В ней будет указано название группы методов. Внимательно читаем задание. Рассмотрите таблицу методы биологических исследований и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин. Обратите внимание, что в нижней строке таблицы показан образец заполнения на примере сравнительного метода. Метод записан в именительном падеже в единственном числе. Теперь проанализируем ячейку правого столбца, где дано описание применения метода, название которого требуется определить. Так как искомый метод применяется для описания объектов, явлений и их свойств и сбора фактического материала, то можно сделать вывод, что данный общенаучный метод описательный. Обратите внимание, метод называется не описание, а именно описательный, как нам показано в примере в нижней строке. То есть в ответе надо писать не существительное, а прилагательное. Вписываем термин в соответствующую ячейку таблицы, после этого вносим наш ответ в бланк ответов номер 1. Разберем еще один пример с частнонаучным методом. Внимательно читаем задание. Рассмотрите таблицу методы биологических исследований и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин. В первом столбце шапки таблицы указано, что требуется написать название частнонаучного метода. В нижней строке таблицы показан образец заполнения на примере палеонтологического метода. Теперь проанализируем ячейку правого столбца, где дано описание применения метода, название которого требуется определить. Так как искомый метод применяется для разделения основных пигментов из экстракта листьев, то можно сделать вывод, что данный частнонаучный метод хроматография. Вписываем термин в соответствующую ячейку таблицы, после этого вносим наш ответ в бланк ответов номер 1. Разберем еще один пример по теме уровня организации живого. Обратите внимание на слайд, здесь приведены уровни организации живого в соответствии с иерархией и с примерами. Внимательно читаем задание. Рассмотрите таблицу уровня организации живой природы и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин. Обратите внимание, что в нижней строке таблицы показан образец заполнения на примере популяционно-видового уровня. Теперь проанализируем верхнюю ячейку правого столбца, где приведен пример для уровня организации, который нужно определить. следовательно уровень будет экосистемный. Можно также использовать термин биогеоцинотический. Вписываем термин в соответствующую ячейку таблицы. После этого вносим ответ в бланк ответов номер 1. Обратите внимание, если вы хотите вписать в бланк ответов слово биогеоцинотический, состоящее из 18 букв, то его нельзя сократить. Ответ следует записать в отведенном для него месте, не обращая внимания на разделение этого поля на клеточки. И последний пример рассмотрим по теме свойства живых организмов. На слайде перечислены свойства живых организмов. Внимательно читаем задание. Рассмотрите таблицу общие признаки живых систем и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин. Обратите внимание, что в нижней строке таблицы показано образец заполнения на примере питания. Теперь проанализируем другой пример. Движениями обыкновенной от кристаллика соли. Соответственно, признаком живого будет раздражимость. Вписываем термин в соответствующую ячейку таблицы. После этого вносим ответ в бланк ответов номер один. В качестве рекомендации по самостоятельной подготовке можно отметить следующее. Необходимо повторить темы биологии, как наука, методы научного познания, уровни организации и признаки живого. Можно использовать технологию составления схем, интеллект-карт для обобщения систематизации материала, как это было представлено на слайдах. Стоит указывать примеры для каждого научного метода, уровни организации, раздела биологии или свойства живого. Задание требуется внимательно прочитать. Можно в приведенном примере выделить ключевые слова для лучшей концентрации внимания при поиске ответа. Без ошибок внести ответ сначала в указанную ячейку таблицы, а затем перенести в бланк. У вас обязательно все получится. Удачи! Продолжение следует...